Сегодня все внимание спортивных болельщиков приковано к чемпионату мира по хоккею, который проходит в Словакии. Белорусы там не играют. Мы прошли очищение первым дивизионом и вернемся в элиту через год. Чье место займет там Беларусь и чем удивляет нас майский хоккей, узнаем у нашего спортивного обозревателя Андрея Бондаренко, который сейчас в студии контуров. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Юрий. После возвращения чемпионата мира по хоккею в Казахстане в первом дивизионе, о котором вы вспомнили, хоккей не перестает меня удивлять. Правда, не тот, что в Словакии, а наш. Буквально пару дней назад флагман Беларуси в КХЛ Минская «Динамо» объявила о назначении нового главного тренера Александра Андреевского. Александр Леонидович – специалист хороший, успешно работал в «Адмирале», Сибирь почти спас, возглавив по ходу сезона команду. Такой прямолинейный большой правдоруб, кажется, и нужен был «Динамо». Тем более, это был бы уже третий приход в Минский хоккейный клуб Андреевского. Все объявили, комментарии раздали, выбор объяснили. Всем казалось все понятно. Но спустя два дня Андреевский отказывается от подписания контракта. Возможно, не договорились о зарплате. Возможно, действительно, у тренера и руководства разные взгляды на комплектование состава. А уже середина мая контракты у хоккеистов, свободных агентов заканчиваются 30 апреля. И большинство уже перешли в другие клубы. Если «Динамо» еще подождет, то на рынке ловить скоро будет уже некого. Будем ждать. Но пока больше всех интересует событие в Словакии. Главные фавориты – россияне, канадцы, финны, чехи уверенно идут в четвертьфинал. Американцы пока под вопросом, но хоккей классный. Заброшенных шайб очень много. Сборная России установила рекорд турнира, забросив 10 безответных голов ворота Италии. Это, кстати, отдельная тема для разговора. Участие таких команд, как Великобритания и Италия, турнир, кажется, себя дискредитирует. Да, неизвестно, как бы наша сборная там смотрелась. Но, кажется, пропустить 10 шайб от России или Дании, как это сделали британцы, это уже слишком. О хоккее пойдет речь сегодня вечером в спортклубе. Да, мы снова в игре. Наш проект возвращается в эфир после небольшого перерыва. Мы выходим обновленными, интересными и стартуем тоже с хоккея. И, конечно, мы будем следить за подготовкой, да и сами готовиться ко вторым европейским играм. Эстафета «Пламя мира» стартовала в Риме, побывала на Монблане, в Венгрии, Словении, Австрии, Словакии, Польше. И уже мчится по Беларуси. Почти 8 тысяч километров, 450 факелоносцев. Европейские игры все ближе к каждому из нас. Кстати, сегодня наш телеканал тоже прикоснулся к огню в прямом смысле этого слова. Ведущей ОНТ Ольге Сулимовой выпала почетная миссия пронести факел вторых европейских игр по Малой Родине в Гродненской области. Эстафета «Огня. Пламя мира» будет путешествовать по всем регионам Беларуси. В Минске ждем огонь вторых европейских игр 21 июня. Что ж, спасибо большое, Андрей. Это был спортивный обозреватель ОНТ Андрей Бондаренко. Кстати, до начала вторых европейских игр осталось всего ничего, чуть более месяца. Страна активно готовится к проведению этого важного спортивного состязания, которое, несомненно, должно стать ярким и эмоциональным праздником, как для спортсменов, так и для болельщиков.